Смотрим на вот эту картинку. Еще раз говорю, эта подборка у меня, предательство чистейшее. Предательство. Это когда известнейший, известнейший, самый известный журнал дает задание. И художник рисует то, чего не может быть никогда, кроме попыток. Вот эти дебильные, почему дебильные, красивые, но дебильные формы, видите? Видите? Почему сказать? Да потому что уже через месяц-два они исчезают, их снова надо резать. Еще месяц-два снова исчезает. Все, вот здесь вот она сразу попрет все вверх. Вот это попрет все вверх, вот это попрет все вверх. У меня сколько, наверное, надо было отдельную передачу делать, ходить по саду и показывать. Я наклонил, допустим, чтобы сделать снимок, как укрывать под снег персик. Один наклонил. Вот. Он дал один урожай и вверх погнал. И что? Всю жизнь его калечить, так он быстро умрет. Вот это вот чистый дебилизм, то, что вы видите. Вот это вот нарисовано так, это чистая фантазия. Если бы они вот так вот замерли и каждый год давали урожай, не дождетесь. Полюбуйтесь на эту страхолюдину. Разве можно, это же подлость величайшая, иметь такой штамп. Чтобы борься такой штамп, нужно сделать 20-30 ран. 20-30 ран. Тут даже, по-моему, он даже пенечки еще оставил, нарисовал. Вот он, дебилизм. Вот как красиво. Под ним пешком можно ходить, не сгибаясь. Долго он просуществует. Сколько раз. Не лезьте, ребята, не лезьте. Вот это вообще, это вообще невозможно сделать. Она через, вся эта форма исчезнет буквально через два месяца. Это надо резать, резать, резать. Помните эти дебильные тагонородские лодочки? Один придумал, наклонил деревья, получил шикарный урожай. У деревьев с наклоном градусов под 60. Получил шикарный урожай. Но ведь она, дальше-то ветки все вверх попрут, не вбок. Их снова надо резать, резать. Ну, это тагонородская лодочка. Вы хоть знаете, где тагонород-то находится? Ну, написала бы редакция. Тагонородская лодочка для тагонородского района. Южнее, на той же широте. Но не севернее. А в тагонородке был шикарнейший из тысяч сортов был этот самый сад-питомник. Вот. А я о нем узнал. Я тоже из этого же журнала. И адрес там был. И написал и письмо туда. И получил каталог. А в каталоге было, допустим, 500 сортов груш, 700 сортов яблонь, 300 сортов там персиков, черешин. Вообще не видно на что-то. Я даже не мог поверить, что такое бывает вообще в природе. Но составил заказ, тишина. Вот. Но телефон был. Подождал годик, позвонил. Знаете, что мне ответили? Тагонородцы. Тагонородский этот. Кто-то из тагонородского питомника. Да мертвое все. Зима прошла 30 градусов. Нету больше. Ничего выслать не могут. Даже заработать на черенках не могут. Вот так вот. Вот оттуда эта гонородская лодочка. Представляете, москвичам, муральцам, сибирикам. Вот это вот дебильное. Делать в виде лодочки эти самые деревья. И это. И калечить, 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 чтобы сохранить эту форму. Конечно, когда их калечат, они дают урожай, который называют предсмертным. Вот. Вот еще одно. Если вы просчете, что тут написано, вы узнаете. Не просто для обтавли. Там перечисляются. Мыши. Он сверхлипкий. В него влипать легко. Тараканы и прочая нечисть. И написали муравьи. Но я еще понимаю, кому-то не нравятся муравьи, которых мы называем кухонными. Которых мы называем огородными. Воюйте, как хотите, если они вредят вам. Но в саду муравей главный защитник. Нет муравья, нет урожая. Сколько долбите, я не понимаю. Нет. Вот придумали. Однажды, однажды, меня в майну позвонили и сказали, у нас умирает целый сад. Причем из моих железового саженца выручены, уже плодоносящие. Когда я приехал, я был поражен в шоке. Деревьям на тот момент уже было лет 6-7. Они все плодоносили. Они все умирали посреди лета. Листва была желтая и опадала. Прямо желтая, как желтизна страшная. Вот. Я схватился за голову. Что это? Да мы клеем намазали. Каждый штамп был намазан клеем этим. Вот. Уже давно он высох. Уже давно по нему бегали снова муравьи. По своим же трупам бегали. Сколько они муравьев уничтожили. Чуть не сказал это. Нехорошее слово. Потом я глянул к соседям. Там все желтое. И через дорогу все желтое. Три сада было уничтожено им полностью. Вот там я сделал одну фотографию. Вернее, много. Вот только одна из них. Вы поняли, что такое клей этот дебильный. А потом, это, побелка. Ну, черт, она нужна, когда дерево уже мертвое. А? Вот что происходит, когда мозгов нет. Придумать такое. Намажьте себе на ноги. Ноги отгниют. Придется отпиливать. Это же не просто клей. Через него же уже кислород не проходит. Он же действительно сверхлипкий. Да, потом он засыхает, затвердевает. И как бегали муравьи, так и бегают. Но уже по мертвому. Уже по мертвому берегу бегают. По мертвому. Вы представляете, если я увидел в трех садах больше полусотни деревьев, которые уже не спасти. И, вот, а это было в фотографии 10 лет назад было. Я с ним столкнулся 20 лет назад. 20 лет назад я выписал его с дуру. Потому что был такой же тупой. Но меня проучило как? Обыкновенная осторожность. Обыкновенная. Я его намазал на дички, еще не привитые, которых у меня там сотни, если не тысячи. 30 штук намазал. 30 штук мертвых. Клей выкинул. Я интересно еще как боролся с этим муравьями. Они действительно влипали, они гибли. А каждому этому саженцу, я еще колышек подвязывал. Вот. Колышек тыкал и берег подвязывал. Они давай по колышку. Умные, им надо наверх и все. Вот. По своим делам. По садовым. Они тоже садоводы, кстати. И вот они по колышку, по бечевочке. И смотрю, мостик налажен. А трупов почти нет. Мало. Я колышки убрал. Вот тогда мои деревья уже окончательно погибли. Я понял, что я натворил. Но ведь я же 10 лет не молчал. Я, наверное, единственный в стране, который воюет со всем этим невежеством, диким, невероятным. Страшным. Вот что, что вы выше видели. И вот это вот. Это тоже рынок, вот этот клей. Я очень надеюсь, друзья мои, передайте всем соседям. Иначе невозможно, потому что рекламу не перебить. Ко мне вдруг, в наглую, приходит этот заказное письмо. Я-то человек известный. Но кто знает, что я ненавистник этого всего. Этого предательства. Вот. Приходит, открываю. А там брошюрка по рекламе. Это же клея. Брошюрка. Вот. А знаете, что у меня до сих пор она лежит где-то. Но я в одном письме цитировал. Знаете, как там было написано? Наносить на покрытие. Ну, там перечислялось картон, толь, которым обматывается дерево. Или прямо на кору. Вот эта подлость. Люди же читают. Или прямо на черт им надо это самое. Возиться еще картоном обматывать, на картон мазать. Вот так вот. Извините за тон. Извините за это. Ненавижу вот это все. Ненавижу. Вот это вот. Ну, торгашам надо заработать. Но люди-то должны знать, что они продают, потому что вы берете. Они вам докажут, что муравьи уничтожают ваш сад. А они спасают.